В Петропавловске и Камчатском есть разные варианты размещения. Наверняка есть здесь и трех, и четырехзвездочные отели, и какой-нибудь Лухари вариант. Но мы, как обычно, двигаемся по хостелам. Хочу показать вам хостел «Луноход», в котором остановились с папой на первые три ночи. Пойдем внутрь. Давай, друг. Я люблю Камчатку. Красавчик. Хостел находится в самом центре города, и рядом магазины, там гостиница «Авача» рядом большая, от которой обычно трансфер на экскурсии. Вот у нас трансфер был. И, наверное, единственным минусом является то, что надо подниматься на второй, даже на третий этаж. И то его особо минусом назвать нельзя, потому что есть такой плюс, что здесь акустика замечательная, и можно с удовольствием по утрам петь. Есть только миг между прошлым и будущим. Заходим на ресепшен, и тут сразу все по красоте. Футуристичный интерьер. Хостел оправдывает свое название. Действительно, «Луноход» — это капитан, видимо, корабля капитана. Комитар занят, первый пилот. Гайк. Все оформлено, как будто мы находимся на какой-то орбитальной станции или на модуле на Луне. У меня уже есть ключи, которыми открываются все двери здесь. Тебе выдают их при заселении. А это столовая. И здесь как раз находятся те фотообои, про которые все спрашивали. А что это такое? Я сам, когда выбирал хостел, в котором будем жить, думал, что это за помещение, это такое космические корабли. На самом деле оказалось, это просто фотообои. Столовая, чистота, все есть. Что нужно? Холодильник, микроволновка, посуда. Пожалуйста, очень удобно. Это чайник. Есть даже сковородки, плиты. Вот на этой плите мы готовили яичницу. Сковородки. Все чистое, новое. Хостел. Хостел новейший. Такое ощущение, что только-только сдали его. Окна. Здесь я себе устроил рабочий стол. Монтирую видео с Камчатки. Сейчас как раз у меня что-то там качалось. Тут же в столовой телевизор. Не знаю, кому он нужен, правда, на Камчатке, потому что здесь столько всего интересного смотреть, помимо телепередач. Ну ладно, пойдем дальше. А, да, и вот, как будто правда находишься на какой-то орбитальной станции, да? Похоже. Если еще ничего в кадре не будет, кроме этого, то действительно чувствуешь себя на космическом корабле. Ведь мы на краю Земли, на Камчатке, поэтому все должно быть по-другому. Пошел на выход, как раз папу встретил. У папы это первый опыт размещения в хостеле. Очень боялся, как он это воспримет, эти капсулы и так далее. Как тебе, папа? Все замечательно. Очень все продумано. И постираться, и посушиться. И спится необыкновенно чудесно. И приготовить еще можно. В общем, полный комплект. Ну и покажу главные помещения хостела. Это шкафчики. Каждому выдается ключ для того, чтобы мог сложить ценные вещи. Ну, это как всегда в хостеле. Здесь ионизатор, наверное, воздух чистит. И, тадам, те самые капсулы. Сейчас капсульные хостелы появляются во всех городах. Сначала это началось, наверное, с Москвы, там и так далее. Но сейчас вот и в Петропавловске есть. И вот так устроено спальное место. Здесь у нас свет. Обязательно розетка. А что еще нужно? Здесь вентиляцию можно включить, чтобы хорошо спалось, так как окна-то нет. Вот, вешалка, полочка и все. Чем еще удобен такой минимализм, никогда ничего не забудешь. То есть всегда все заберешь. Иногда в отеле разложишь вещи по разным шкафчикам. И потом думаешь, где там, что там. И, опять же, этот вид, как с Луны на Землю. Кому-то мы находимся на Луне. Ну, нормально так придумали. Вообще, в хостеле все очень комфортно. И сделано по максимуму из этого варианта размещения. Ну, в каких-то хостелах не бывает стиральной машины. В других хостелах, там, не знаю, ну, душ везде есть. Но вот здесь есть возможность постираться. Пожалуйста, стиральная машина. Причем, даже есть порошок. Тебе не надо запариваться, покупать пачку порошка для того, чтобы один раз постирать. Здесь же можно вещи свои посушить, конечно, сушилка. Опять же, футуристичная сантехника, раковины. Видите, какой я довольный тем, что мы в этом хостеле оказались. Здесь у нас ванна. В некоторых хостелах бывают общие душевые, но здесь отдельно кабинки. И, опять же, все чисто, красиво. В хостеле прибираются, мне кажется, по нескольку раз на дню. Потому что, ну, ни разу я не видел, чтобы было в туалете или ванной грязно. Тут же отдельно идут туалетные кабины. Ну, тоже все чисто. Все новенькое, чистенькое. Очень приятно. Как раз застали капитана орбитальной станции. Дмитрий, расскажите, откуда такая идея про луноход? Тут историческое событие. У нас в 70-х годах первое испытание лунохода происходило на Камчатке, на Толбачике. И в связи с этим мы решили назвать также нашу базу ленинградская луноход. Как раз туристы, которые сюда приезжают, они как раз и идут на этот Толбачик, как луноходы туда также испытывают только себя уже. Вот такое у нас... Сейчас дошло. Я эту историю вообще не знал и не помню. Изначально хотели капсульный хостел делать или это пришло как-то потом? Да, изначально сразу же планировали делать капсульный хостел. Конечно, это все было сложно именно на Камчатке сделать капсульный хостел, потому что нет материала, необходимо заказывать это все, не доставлять, вот с проблемой с поставкой, проблема с помещениями, в принципе, тоже сложно было найти. В хорошем случае. Когда открылись? Открылись мы в этом году, в начале лета. Потому что все выглядит таким новым, как будто мы первые постоялись здесь, ничего еще... Не в шапку. Еще раз пройдемся по помещениям хостела и подытожим. Для тех, кто останавливается в Петропавловске и Камчатском, отличный вариант размещения. Тем более, что на экскурсиях мы общались с другими людьми, и они говорили нам совершенно другие ценники. 4 тысячи, 6 с половиной тысяч за ночь платят. А здесь чистота, порядок и все очень хорошо. Причем останавливаются здесь в основном даже не молодежь, а взрослые люди, потому что здесь действительно все очень комфортно и достойно. Контакты оставлю все в описании. Можете обращаться.